Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит на ваши вопросы вновь отвечает специалист компании «Юрактив» в студии Екатерина Грицыенко и юрисконсульт Николай Быков. В этой программе мы озвучим все то, о чем вы, дорогие телезрители, спрашивайте на страничке группы ВКонтакте компании «Юрактив». Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, предлагаю незамедлительно перейти к вопросам от наших телезрителей и пользователей соцсетей. Подали заявку на изготовление кухонного гарнитура и заключили договор с организацией. Внесли предоплату. Приходил специалист и сделал замеры кухни. Заказ привезли нам с опозданием на целый месяц. После того, как мы стали собирать доставленный гарнитур, то оказалось, что он не подходит под размеры нашей кухни. Плюс обнаружен брак на дверце одного из шкафчиков. После этого мы сразу обратились с претензией к магазину, но там отказались исправлять шкафчики, так как мы подписались под замерами. Подскажите, что делать в такой ситуации? В такой ситуации необходимо настаивать, чтобы эту претензию приняли и указать, что вы именно конкретно хотите. То есть либо заменить товар, либо же потребовать устранения недостатков. Несмотря на то, что подписались под замерами, еще не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. В случае отказа в удовлетворении в претензии подается именно в суд исковое заявление, где прикладывается к исковому заявлению, возможно, какой-нибудь осмотр этих шкафчиков. В случае спора суд назначит экспертизу, перед которыми будут поставлены вопросы о том, что является ли товар належащего качества, соответствует ли замерам. Здесь еще главное имеет значение, кто делает замер. То есть одно дело, если делал замеры сам потребитель и ошибся в сам замерах, то ладно, это его вина. Но в свою очередь, когда сам продавец или исполнитель делал сам замеры и дал подписать потребителю, а потребитель у нас является экономически слабой стороной, то есть не обладает необходимыми познаниями. В связи с этим считаем, что в случае, если делает замеры сам продавец, то есть он и несет ответственность за ненадлежащее качество товара. Как правило, продавцы делают замеры, представители фирм. А зачем брать подпись тогда покупателя? Они тем самым страхуются, чтобы в дальнейшем потребитель не указывал о том, что вот не согласен с этими замерами, то есть где вы взяли эти замеры. Но, как показывает судебная практика, то есть это все оспаривается и суд назначает экспертизу. То есть впредь лучше брать какую-то подпись о том, что замеры сделаны изготовителем? Ну, в принципе, нужно впредь проверять эти замеры, то есть, соответственно, посмотреть, как оно все будет выглядеть. Это достаточно сложно. Ну, это самое сложное, то есть... То есть лучше, наверное, завериться каким-то другим... Да, лучше пригласить с собой, может, специалисты, которые тоже подскажут. Я предлагаю перейти к следующим вопросам. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, месяц назад в отделе одежды я купила утепленное пальто за 5500 рублей. Чек утерян, но бирки все есть. За месяц носки вся подкладка стала расползаться по швам. Полез утеплитель, еще разошелся шов снаружи у кармана. Есть ли у меня шансы сдать его обратно в магазин или обменять? Можно ли, если прошел уже месяц, отменять или сдать это пальто? Сдать это пальто можно, несмотря на то, что прошел месяц. У нас можно сдать товар ненадлежащего качества, так как по условиям там идет недостатки в товаре, то есть в пальто. Можно сдать в течение гарантийного срока, то есть в течение двух лет. Несмотря на то, что нет чека, можно подтвердить факт покупки с фельдскими показаниями. У нас прямо в законе защиты прав потребителя указано, что отсутствие чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований. Приводите свидетелей, в случае отказа в удовлетворении в добровольном порядке также пишется исковое заявление в суд, где вы настаиваете для устранения либо расторжения договора и возврата денежных средств за купленный товар. То есть в магазин сдавать вещь лучше прийти со свидетелями? Ну да, можно прийти со свидетелями, а также когда покупаете товары, лучше, конечно, ходить не одному. То есть вдруг вы этот чек реально забудете, выкинете, то есть обычные граждане не хранят такие чеки. И свидетели как раз будет с доказательством того, что вы покупали. Николай, давайте прочитаем следующее письмо. Здравствуйте, хочу подать на установление отцовства элементы. Как можно обязать отца ребенка оплатить ДНК-экспертизу? Везде говорят, что нужно сначала самой оплатить, а потом он вернет эти деньги. Но у меня нет такой суммы. Можно ли обязать его сразу оплатить ДНК? Такой вопрос. Да, такой вопрос распространенный. Дело в том, что у нас согласно гражданскому процессуальному законодательству, тот, кто ходатайствует о проведении экспертизы, тот ее и оплачивает. Можно в суде просить рассрочку оплаты этой экспертизы, а конечные по итогу возложить остатки на вторую сторону. У нас по закону сторона, которая докажет свою правоту, имеет право возложить все свои понесенные расходы на проигравшую сторону. В том случае все расходы по экспертизе, после того, как будет установлена правота, они будут возложены на проигравшую сторону. Но пока придется оплатить самой нашей зрительнице. Давайте прочитаем следующий вопрос. Здравствуйте. Я купила щенка шарпея с документами. Меня уверили, что щенок чистокровный. Но щенок вырос и получился метис, овчарки и шарпея. У собаки клеймо, но нам проверили по базе документа и оказалось, что это липа. Как правильно составить заявление и куда обращаться по этому поводу? Переписка ВКонтакте сохранилась и если взять распечатки, то там есть звонки. Заранее спасибо. Такая нестандартная, хотя, наверное, стандартная, скорее всего, ситуация. Скорее всего, стандартная, да. То есть бывает, что приобретают животных и в дальнейшем не знают, что с ними делать. У нас по закону животные являются объектами прав гражданских, то есть являются вещью. И как вещь ненадлежащего качества, то есть в данном случае была скрыта информация об истинном качестве товара, то есть потребитель имеет право обратиться к продавцу и потребовать расторжения договора купли-продажи, то есть возврата денежных средств за купленный товар, то есть животное. Ну, в каком-то, наверное, судебном порядке. Сначала в претензионном порядке, в случае недовольтворения опять же обращаемся в суд. Суд сможет установить истину. Николай, писем немало, я предлагаю прочитать сегодня все. Итак, следующее. Два раза делали ремонт стиральной машины по гарантии. Поломка одна и та же. Машина не работает, в офисе теперь нет никого. Деньги возвращать не хотят. Что делать? В таком случае, если товар у нас неоднократно ломается, есть право потребителя отказаться от стиральной машины и потребовать возврата денежных средств. В том случае, если в офисе вообще нет людей... Да, видимо, распалось, да? Да, возможно, что распалось. Подается сначала претензия на адрес, который у вас написан в договоре, либо же вы знаете по последнему местонахождению. Также можно получить информацию об организации на официальном сайте Единого государственного реестра юридических лиц. Достаточно названия организации вбить и ИНН. Там будет высвечен официальный адрес, куда нужно подавать претензию. После того, как вы отправите претензию заказным письмом с описью, вложением и уведомлением, по прошествии 10 дней, если никто не отреагирует, смело обращаемся в суд. Здесь уже нужно смотреть, ликвидировалась ли вообще сама организация. Если она вообще не существует больше, то, к сожалению, здесь уже никак не вернуть. Но если же она существует, то суд будет вызывать в качестве ответчика и возможно добиться через суд удовлетворения требований. То есть никто не застрахован от того, что организация завтра не исчезнет. Да, к сожалению, да. Так, следующее письмо. Здравствуйте, банальная история. Моей кредитной картой пользуется другой человек, с моего согласия. Все было хорошо до недавнего времени. Теперь появились пропуски платежей. Можно ли переоформить кредит на пользователя с его согласия? Тут достаточно сложная ситуация. Здесь все зависит, конечно, от соглашения банка. Но мы в таких ситуациях рекомендуем просто заключить договор займа с тем лицом. То есть составляется расписка, где по этой расписке человек, который по факту пользуется деньгами, просто дает обязательство о том, что он вернет денежную сумму в таком-то размере в определенные сроки. То есть это будет более намного проще, чем переоформлять, получать согласие банка и тем самым затянется время. Я думаю, вот это будет самым более эффективным способом для разрешения ситуации. Николай, давайте ответим на еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право приставы арестовывать счет с детскими пособиями ребенок до полутора лет? Заранее спасибо. Достаточно распространенная ситуация. Обращаются много граждан с такими вопросами. На самом деле действие приставов по аресту счета, на который приходят детские пособия, является незаконным. О том, что есть запрет на эти действия, у нас установлен в статье 101 закона об исполнительном производстве. В том случае, если вы обнаружите, что установлен арест на детские пособия, то вы вправе предъявить жалобу, заявление приставам и требовать снятия ареста. Но в свою очередь нужно будет предоставить документы, подтверждающие целевое использование этого счета. То есть, что на этот счет приходят детские пособия. И еще одна непростая ситуация. У мужа умер брат, он единственный наследник. Обнаружили ошибку у мужа в свидетельстве о рождении, в фамилии буква А, а в паспорте О. И у всех членов семьи О. Как действовать в этой ситуации? Такие ситуации также возникают. В данном случае нотариус просто действует, исходя из буквы закона. Он сравнивает свидетельство о рождении с паспортом. То есть, малейшие опечатки в паспортах, паспортах граждан и свидетельство о рождении являются основанием для того, чтобы нотариусу отказать наследникам. В свою очередь мы рекомендуем либо же получать отказ от нотариуса и обращаться в суд, либо же идти в ЗАГС и менять свидетельство о рождении. То есть, такая ситуация существует. Это порядок предусмотрен законом. Это будет намного проще. Я просто переделываю свидетельство о рождении, где напишут буквы, которые необходимы. То есть, это возможно? Это возможно, да. Все это решаемо. В случае отказа от нотариуса от выдачи свидетельства наследства обращаемся в суд и также доказываем. То есть, ситуация не безысходная. Да, не безысходная. Следующее письмо звучит так. Здравствуйте, в браке 10 лет, ребенку 9. Квартира куплена в ипотеку год назад. Собственник муж. Прописан муж и ребенок. Две машины. На что могу претендовать при разводе? Заранее спасибо. Согласно Семейному кодексу, все имущество нажитое во время брака делится поровну между супругами. Как имущественные права, то есть, в случае, как автомобили и квартиры, так и имущественные долги. То есть, в случае расторжения брака с каждым супругом имеет право претендовать на одну-вторую от всех имущественных прав. То есть, как и долги, так и само имущество. Все ровно пополам. Да, все ровно пополам. Собрался продавать квартиру, но вдруг обнаружил, что свидетельство о праве собственности пропало. Как мне его восстановить? На самом деле, вот сам документ свидетельства о праве собственности на квартиру еще не является основанием для того, чтобы отказать Росреестру в Росреестре для регистрации перехода права на квартиру. То есть, здесь достаточно можно составить простой договор купли-продажи, подается в регистрирующий орган. В свою очередь, для сторон можно просто запросить выписку из единого Реестра прав на недвижимости. Это очень простая процедура. Обращаются, вот сейчас много функциональных центров открыты, и заказывается выписка по квартире. На основании этой выписки покупатель может посмотреть, удостовериться, что да, эта квартира является собственностью вот этого лица, и смело может заключать договор купли-продажи. Еще один вопрос про элементы. Как написать исковое заявление на уменьшение элементов, и какие для этого требуются документы? Спасибо. Для написания такого заявления потребуется свидетельство о рождении ребенка, а также само судебное решение, то есть постановление, по которому взыскиваются алименты с отца ребенка. Подается исковое заявление, пишется адреса, фамилия, отчество сторон, указывается на суд, соблюдается правила подсудности. И самое главное, нужно подробно описать ситуацию и указать в просительной части, что вы именно хотите. То есть хотите уменьшить алименты в связи с тем, что имеется ребенок у отца еще один. То есть это является основанием для соответствующего уменьшения размера. То есть это возможно? Это возможно, да. Уменьшить эту установленную государственную часть? Да, да, да. То есть те 25% с одного ребенка можно еще уменьшить, так как здесь уже два ребенка. Еще одно письмо. Я купила швейцарские часы в известном салоне. Месяца не прошло, как у них порвался ремешок. Я обратилась к продавцу, мне сказали гарантия только на механизм часов. И предложили купить ремешок за свой счет. Правомерен ли отказ в замене ремешка? Такая ситуация тоже встречается. На самом деле, если на товар не установлен гарантийный срок, то есть, как правило, считается двухлетний срок гарантийный срок. То есть в течение этого периода, даже если не установлен гарантийный срок, покупатель может обратиться к продавцу и потребовать соответствующего устранения недостатка. Это касается любых товаров? Любых товаров. То есть на которые не установлен гарантийный срок, там, как правило, по закону идет два года. То есть он вправе обратиться сначала с претензией, ну а дальше в судебном порядке. И ремешок тоже подлежит гарантии, соответственно. Да, да, то есть все составляющие вещи распространяются гарантии. Следующее письмо звучит так. Здравствуйте, у меня муж платит алименты сыну, но бывшая жена эти деньги тратит не на ребенка. Возможно ли мужу открыть книжку или карточку, чтобы алименты шли туда? Действительно очень много вопросов. Семейного права. Что касается вот именно данной ситуации, здесь можно воспользоваться правом, которое предусмотрено статьей 60-й Семейного кодекса. То есть можно обратиться в суд и в судебном порядке требовать открытия счета на ребенка, но здесь идет ограничение. То есть максимум поступления алиментов на счет может быть в размере 50%, потому что не больше. Но действует только через суд, возможно такое разрешение ситуации. Ну еще один непростой вопрос. Здравствуйте, совершенно недавно узнал от приставов о существовании судебных приказов, которые я в глаза не видел и не расписывался. Арестовали машину. Подскажите, пожалуйста, можно ли эти приказы отменить? Если да, то как? Ситуация, да, такая распространенная. В данном случае у нас по Гражданскому социальному кодексу идет 10-дневный срок для отмены вот этого судебного приказа. Если вы обдороживаете о том, что реально наложен арест, там есть приказ судебный, то вы можете обратиться. Для начала обращаетесь к приставам, узнаете номер дела, по которому вынесен этот судебный приказ и суд, который вынес. Далее составляется заявление об отмене приказа. Подаете в суд, указываете о том, что вы не были извещены о том, что было судебное заседание и вынесен судебный приказ, и вы хотите его отменить. У вас есть какие-то подробные обстоятельства, основания. Суд, как правило, обычно отменяет такие приказы и назначает общий порядок искового производства, основание которого будет вызвано опять все стороны и будет вынесено решение. Николай, последний очень злободневный вопрос. Я являюсь собственником квартиры в аварийном доме. Что обязана сделать мэрия по закону, выкупить или предоставить новое жилье? У нас данная процедура, если собственником квартиры является гражданин и жилье признано аварийным, в данном случае гражданин имеет право обратиться в мэрию, в администрацию и потребовать, чтобы мэрия обратилась самостоятельно к собственникам жилого помещения с требованием о сносе жилого дома. После этого, как правило, дается срок в случае неисполнения, мэрия выкупает жилое помещение и изымает земельный участок под домом. Если же мэрия не предъявляет требования о сносе, то есть обычно мэрия бездействует, то обращаются заинтересованного лица, то есть жильцы в суд и требуют обязать признать вообще действия мэрии незаконными и обязать предъявить требования о сносе дома. То есть, так сказать, подтолкнуть и исполнять те обязанности, которые у них регламентированы законом. То есть основание этого будет дальнейшее разрешение ситуации. Николай, спасибо большое, спасибо от лица наших телезрителей за ваши развернутые, очень полезные ответы. Смотрите наши программы, вы будете знать больше о своих правах, пишите нам по адресу info.sobako.ps29.ru или задавайте вопросы в группе ВКонтакте компании Юрактив. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи!